Трехкрылой птицей образования называют пятую школу, потому что она для учителей, учеников и родителей. Кстати, последник на специальных занятиях здесь регулярно учат учить своих детей. И такой подход дает плоды в виде какой-то по-домашнему теплой атмосферы в этих стенах и, главное, высокой успеваемости, что ежегодно подтверждается успешным прохождением итоговой аттестации, наличием золотых и серебряных медалистов. Успехи вызывают доверие не только у участников учебного процесса, но и у руководства сферы образования. Не зря же несколько лет назад учреждение в числе первых в нашем городе стало экспериментальной площадкой для внедрения новых государственных образовательных стандартов. Научить ребенка воспользоваться теми знаниями, которые он получает в ходе своей образовательной деятельности. Это достаточное количество лабораторных работ, практических работ. Это внеурочная деятельность, нацеленная именно на использование тех знаний и возможностей, которые ребенок получил во время образовательного процесса. Успешно внедряют в пятой школе и областную программу по дистанционному обучению детей с ограниченными возможностями. Уроки проходят через скайп. Войдя в эту программу, мы имеем возможность обеспечить ряд родителей очень хорошей современной информационной техникой, при помощи которой, кроме учителей пятой школы, их обучают учителя других школ в разных направлениях, например, изо, черчение, технология, даже физкультура. В пятой школе учатся почти 400 ребят. Девчонок гораздо меньше, чем парней. Именно поэтому уже много лет здесь внедряют такое направление, как кадетство. Помимо общеобразовательных занятий, учащиеся кадетского класса проходят дополнительную подготовку в основном по линии МЧС. На кадетстве мы занимаемся стрельбой. Стреляем из пневматического ружья в тире. Еще у нас есть рукопашный бой. Еще туризм. Это у нас ведет Дмитрий Николаевич. Еще срывая подготовка. Гордость и пример для остальных учеников пятой школы – ее 10 класс. Эти ребята – постоянные участники и победители всевозможных олимпиад, организаторы конкурсов. Кроме того, весь ученический совет учреждения, а это один из главных органов школьной власти, учится здесь. В школе мы проводим различные мероприятия. Например, День учителя, концерты к юбилею школы сейчас будем проводить. Также какую-то деятельность, например, разносим, бывает ветеранам пригласительное, как бы, в школу к нам. Потом на линейке 9 мая мы венок возлагаем. В школе номер 5 работают 29 педагогов, причем треть коллектива – выпускники этого же учреждения. Многие имеют различные квалификационные категории. В целом же кадровое соотношение молодость и опыт здесь примерно 50 на 50. И такой баланс тоже большой плюс для всех учащихся. В нашей школе молодежь активная, молодежь умная, молодежь современная. А педагоги-стажисты всегда готовы поддержать как молодых специалистов своих детей. Они всегда с нами, они всегда в струе. Выпускники регулярно посещают школу, причем заходят к своим учителям не только в юбилейные даты, но и в обычные дни. Чтобы поблагодарить за весомый багаж полученных знаний, за вовремя раскрытые способности. А для этого здесь есть различные спортивные и творческие секции. А еще за то, что именно пятая школа научила их грамотно выстраивать отношения от сообщества. Продолжение следует...